Спасибо большое за возможность перед вами выступать, уважаемые коллеги. Честно должен признаться сразу, что наш скромный опыт в облучении, в стереотоксическом облучении метастаза в головной мозг при нейробластоме фактически сводится к одному клиническому наблюдению, но которое, на мой взгляд, и на взгляд наших детских онкологов, представляет для аудитории некоторый интерес. Ну, вообще, частота метастатического поражения головного мозга при нейробластоме, при рецидивах нейробластоме, по данным разных авторов, колеблется в довольно больших пределах. Некоторые считают, что это крайне редкое событие, у других авторов это до 10% рецидивов. Но в целом все отмечают, что с ростом выживаемости пациентов группы высокого риска частота поражения ЦНС будет, видимо, увеличиваться при рецидивах у этих больных. Ну вот, факторами риска, по данным некоторых авторов, считается более молодой возраст на момент первичной диагностики, поражение костного мозга при первичном диагнозе, и, к сожалению, выживаемость таких пациентов в большинстве публикаций не очень радужная. Ну вот, другие авторы, тоже китайские, значит, у них частота поражения метастатического головного мозга при рецидивах пациентов с высоким риском нейробластомы была около 6%, и тоже у них выживаемость двухлетняя была 82%, но надо сказать, что это выживаемость не от момента рецидива, а от момента первичной диагностики. Поэтому ближе, наверное, вот эта вот цифра к истине. Ну, в принципе, как предыдущий докладчик был совершенно прав, лучевой терапии здесь готовых ответов каких-то и при первичном лечении нейробластомы окончательных нету, а уж при рецидивах и подавно применяются для лечения рецидивов в головном мозге, метастазов в головном мозге, самые разные методы, самые разные их комбинации, и в большинстве исследований эффекты не очень утешительные, большинство подчеркивает все-таки необходимость полной хирургической резекции для более-менее приличного результата. Ну, вот самый такой вот хороший результат из того, что мне удалось найти у пациентов с метастатическим поражением головного мозга, значит, это вот такая вот схема лечения, достаточно агрессивная, начинающаяся с резекции, с обязательной установкой катетера АМАЯ, последующей химиотерапией, крайнеоспинальным облучением, локальным облучением, химиотерапией, интертыкальной радиоиммунотерапией с последующими препаратами со серетиновой кислотой и пероральным применением томозоламида. В общем, общая продолжительность лечения у них доходила до двух лет. И, в общем, ну, в этой группе вот это самые лучшие результаты из того, что я видел, медианной выживаемости у них 33 месяца. Что касается применения стереотоксической лучевой терапии, есть очень небольшой опыт применения стереотоксической лучевой терапии при первичной нейрообластоме головного мозга. И, значит, всего два случая в рецитутуре мне удалось найти, где применялось радиохирургическое лечение. В обоих случаях это было использование гамма-ножа. Дозы были вот в одном случае 27, в другом случае 14, хотя здесь по разным эзодозам они их отмечали. Но, в общем и целом, это было радиохирургическое воздействие. Один из пациентов после этого прожил 15 месяцев и умер от прогрессирования, но в ЦНС у него прогрессирования не было. Второй пациент, у него был объективный ответ, но через 4 месяца развился рецидив в ЦНС, и он достаточно быстро погиб. Теперь я хотел перейти к нашему клиническому наблюдению. Был у нас такой вот пациент, на момент первичной диагностики было ему год и 8 месяцев. По всем критериям он попадал в группу высокого риска, у него было поражение костного мозга, у него было поражение костей черепа, массивный опухоль надпочечника, была у него амплификация НМИК, в общем он попал в группу высокого риска и получил по протоколу свое лечение, значит, которое, три курса индукционной химиотерапии, заготовка периферических стволовых клеток, как локальный контроль он получил адреналоктомию, значит, там сохранялась жизненно важная опухоль, но операция была радикальной, как консолидацией он получил, асокодозную химиотерапию, как ему и положено, значит, но через 8 месяцев у него развился изолированный рецидив в головном мозге. Значит, этот пациент был достаточно хорошо всесторонне обследован, никаких других очагов метастатического поражения у него выявлено не было. И с началом химиотерапии второй линии было решено провести ему все-таки радиохирургическое лечение на вот этот вот метастатический очаг. Ну, в нашем распоряжении был аппарат Навалис. Дозы, которые были, в общем, это стандартные дозы, которые применяются при радиохирургическом лечении метастазов в головной мозг, поскольку у него там был где-то около 2,5 см метастатический очаг, значит, он получил дозу 18 Грей. Ну, все было классически спланировано на совмещенных КТ и МРТ изображениях. Значит, вот так вот выглядел этот очаг при уже загруженно-планирующей системе, значит, ну, вот так все более красиво оконтуренный. Значит, применили мы методику МРТ с некомпланарных полей, в результате чего получили очень хорошее дозное распределение практически с очень высоким индексом комфортности. Ну, так выглядело дозное распределение у этого пациента в результате лечения. Значит, тут он зафиксированный, этот мальчик в термопластической маске, неинвазивной, в отличие от гамма-монажа на Навалисе, инвазивной фиксации не используется. Лечение проводится под рентгеновским контролем, с устранением там всех возможных смещений при помощи роботизированного стола. Ну и, в общем, что особенно приятно, через два месяца у него был 50-процентный регресс этого очага, он был взят на консолидирующую терапию с дентоксимабом, но через два курса у него развилась гемолитическая анемия, и, в общем-то, с этого лечения он был снят, находится по сей день на поддерживающей терапии препаратами ретиновой кислоты, вот так вот у него это выглядел еще раз очаг первоначально, это вот с ним было через 8 месяцев, ну и это его последнее диагностическое МРТ, до сих пор пациент находится в клинической ремиссии, он уже сейчас к 5 годам приближается, ну, в общем, мне кажется, что на фоне общей пессимистической картины этот случай заслуживает некоторого внимания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok